Всем привет! С вами программа Культ Поход и я Дарья Козина. Каждый месяц мы рассказываем вам о самых ярких событиях культурной жизни нашего города. Смотрите сегодня в выпуске. Звезды мюзиклов «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта» на сцене Центра культуры и досуга «Рфиац-Мнеев». Концерт русского погонения Алексея Архиповского в Саровском драматическом театре. В Центре культуры и досуга «Рфиац-Мнеев» прошло мюзикл-шоу. Эд Шульджевский, Светлана Светикова, Александр Постоленко и другие артисты московских театров исполнили отрывки из легендарных музыкальных спектаклей «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта». Уже несколько лет артисты гастролируют с проектом по России и за рубежом. Российская версия песни «Бейль» из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари» знакома практически каждому. Послушать ее в живом исполнении тех артистов, которые участвовали в самых первых постановках легендарного спектакля в нашей стране, довелось и саровским зрителям. В наш город привезли не весь мюзикл, из него отобрали несколько арий. Получился своеобразный спектакль-концерт при минимуме декораций и без сложных танцевальных номеров. Мы сохранили логическую историю, где-то проложили вставочками каждые номера, чтобы была хотя бы какая-то рассказанная история, как от рассказчика какого-то за кадром. И, в принципе, все зрителю понятно теперь, о чем идет речь. Партию «Феба» одного из главных героев «Нотр-Дам-де-Пари» исполнял Эд Шульжевский. Впервые эту роль он сыграл в самых первых показах российской версии мюзикла в начале 2000-х годов, когда постановка была на пике популярности. Когда я играл в «Нотр-Даме», мне «Феб» был не близок, он мне был очень далек. Мне тогда было всего 20 лет, сегодня мне 37. А «Феб» все-таки достаточно такой дерзкий, мужественный и расчетливый персонаж. Через пару лет Эду Шульжевского позвали на роль Ромео в мюзикл по произведению Шекспира. И тогда образ влюбленного 16-летнего юноши был понятнее артисту. Но спустя годы Эду стал ближе «Феб». Самая любимая у него песня из «Нотр-Дама» – «Как мне быть». На разрыв, как говорится. И там есть где играть, и есть где развернуться в смысле вокала, потому что диапазон песни очень большой, очень много модуляций. На самом деле так написан весь «Нотр-Дам». С точки зрения вокала это очень интересный репертуар для вокалистов. Но это, знаете, как взять какую-то вершину, исполнить ту или иную песню, потому что там есть над чем работать, и есть определенные сложности. Танец простой цыган, без слов на сон. Эти глаза ее, эти слова ее, сердце горит, поешь, что сон напасть. Во втором действии артисты показали отрывки из мюзикла «Ромео и Джульетта». Оригинальная версия, так же как и «Нотр-Дам де Пари», была поставлена во Франции. Она облетела весь мир, стала популярной в России. Саровские зрители смогли послушать любимые арии из этого мюзикла. Нам удалось насладиться не только ариями из известных мюзиклов, но и поближе познакомиться с исполнителями главных ролей Эдом Шульжевским и Александром Постоленко, которые рассказали нам о процессе создания шоу и планах проекта. Ролей не так много. Я, в общем-то, сейчас больше занимаюсь сольной историей, певческой. Были в моей жизни мюзиклы «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта». Там я сыграл в «Нотр-Даме» капитана Феба, в «Ромео», соответственно, «Ромео». И периодически у нас продолжаются программы, которые называются... Программа, которая называется «Мюзикл-шоу», в которой, собственно, и представлены фрагменты из этих спектаклей. Ну, больше это как концерт, но, тем не менее, драматическая линия тоже присутствует. И, мне кажется, программа получилась достаточно интересной. В общем-то, зрителям судить. Вы знаете, мы в этих спектаклях, в общем-то, как рыба в воде. Мы настолько хорошо знаем этот материал. Ну, и каждому актеру что-то по душе особенно сильно. Поэтому в эту программу включены самые яркие, наверное, композиции из этих спектаклей. И Вячеслав Недак, замечательный поэт, он написал потрясающие стихи, которые связали эти песни между собой. И получилось некое такое оригинальное либретто, придуманное им. Вот, мне кажется, самая главная ценность мюзикл-шоу именно в том, что это не просто концерт, а все-таки это арии, которые объединены в сюжетной линии, и публика понимает, о чем речь. Да, мне кажется, это как уже стало такой классикой, что все, кто и слышали когда-то, ну, я думаю, что, наверное, мало существует людей, которые не слышали о мюзикле «Но Турдом до Парии» и вообще не видели его ни разу. Скорее всего, слышали обязательно. Уж песню «Бэль» знает тем более вся страна. Нас очень хорошо принимали. Мы были зимой в Америке, в Канаде. У нас очень там приняло, ну, русскоязычная, естественно, публика, как оказалось. Там живет очень много русских людей. Проект, так скажем, который сейчас пока покупается, и мы ездим. А, конечно, в планах другие спектакли свои делать вообще совершенно, которых даже не было. С этой же труппой? С этой же труппой, да. Может быть, кто-то есть. Но у нас есть еще много артистов, которые с нами же работают. Просто мы вот сейчас именно вот этим коллективом как-то устаканились и ездим. В нашем городе тоже много талантливых вокалистов. Ученица детской школы искусств Дарья Лестратова победила в международном проекте «Салют талантов». Суперфинал, который проходил в Санкт-Петербурге 3-4 октября, собрал около тысячи конкурсантов из девяти стран мира. Саровчанка стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал». Старшей возрастной категории от 14 до 18 лет. Белый храм поспорил под небеса, колокольный звон умывается леса. Композицию «Белый храм» выбрала воспитанница детской школы искусства Дарья Лестратова для своего выступления на международном конкурсе «Салют талантов» в Санкт-Петербурге. В номинации «Эстрадный вокал» девушка заняла первое место. Было волнительно, когда озвучили результаты, потому что я была не самой старшей в своей номинации. И так как я присутствовала на репетиции своей категории, я видела достойных ребят и слышала их, и считала, что они ничем не хуже меня, поэтому я волновалась за свои результаты. Но когда я получила первое место, я очень обрадовалась, и мне стало очень приятно. В международном проекте «Салют талантов» Даша участвует в четвертый раз. В этом году суперфинал конкурса приобрел новый формат. Это масштабный проект для лауреатов первой степени различных конкурсов и фестивалей «Салют талантов». Там собирались яркие участники всех фестивалей и конкурсов «Салют талантов», которые заняли первые места под итогами 2018-2019 года. В конкурсе приняли участие более тысячи человек со всего мира. Судьи оценивали участников по нескольким номинациям – эстрадной, народной, академической и инструментальной музыке. На протяжении двух дней сильнейшие солисты и коллективы принимали участие в образовательных форумах и мастер-классах. Завершился проект премии ТОП-10. На нем звезды кино и эстрады вручали награды победителям. В начале октября труппа Саровского драматического театра вернулась с гастролей, которые проходили в Ёжкороле. На творческой встрече коллектива театра с главой администрации Алексеем Голубевым артисты поделились впечатлениями от поездки, обсудили предстоящие гастроли. Сотрудники Саровского драматического театра также озвучили идеи нового городских проектов, связанных с театром. Введение обязательных культурных походов для школьников – одна из тем, которые обсудили коллектив театра, глава администрации Алексей Голубев и директор Департамента культуры и искусства Елена Рогожникова. Режиссер Антон Неробов предложил запустить в Сарове программу «Культурный норматив», которая действует в 11 городах России. В театре ставят спектакли на основе школьной программы средних и старших классов, а Министерство образования помогает организовывать и материально поддерживать культурные походы подростков. Большая часть аудитории школьников не охвачена театром. Что это такое норматив? Каждого школьника обяжут 4-5 раз в год посещать театр, посещать определенное количество музыкальных концертов, джазов, симфонических балетов, определенное количество посещений галерей и музеев. На это им выделяются деньги в школах. Еще одну идею озвучил Александр Баханович. Несколько лет он думает над тем, чтобы поставить в театре пьесу о жизни сотрудников ядерного центра. На творческой встрече артисты поделились впечатлениями от поездки в Йошкар-Алу, где саровчане показали 4 спектакля. За пределы города коллектив драмтеатра не выезжал 8 лет, поэтому поездка в рамках федеральной программы «Большие гастроли» позволила попробовать свои силы вне родных стен. Неизвестная площадка. Она сделана была под оперных певцов, под балетную труппу. Конечно же, она шире, больше звук совершенно другой. Но благодаря звуковикам в театре, монтировщикам быстро все это помогли нам понять, быстро помогли нам осознать. Гастроли в Йошкар-Але стали своеобразной репетицией перед следующей поездкой. 29 октября саровская труппа выступит со спектаклем «Алиса» на сцене Московского губернского театра в рамках Международного Большого детского фестиваля театральных постановок. В роли жюри выступят юные зрители. К концу ноября саровчан ждет премьеры спектакля «Доходное место» по пьесе Островского. На сцене саровского драматического театра выступил Алексей Архиповский, один из лучших балалайщников мира. Его нередко сравнивают с Паганини и Хендриксом, музыкантами, которые перевернули сознание слушателей. Архиповский создал другой стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука. Результаты творческих экспериментов музыканта смогли услышать и саровчане. В прошлый год приезжал, а мы не попали. И вот в этот год решили наверстать. Упущенное. Будет интересно, весело, красиво. С таким настроем саровчане шли на концерт Алексея Архиповского. Он не первый раз приезжает в наш город и хорошо знаком ценителям музыки. Алексей Архиповский – балалайщник-виртуоз. Его часто сравнивают с великими музыкантами – Паганини и Хендриксом, которые перевернули сознание слушателей, заставив по-новому взглянуть на возможности струнных инструментов. Алексей Архиповский – универсальный музыкант, свободный от рамок. Он создал другой стиль игры на балалайке. Виртуоз совмещает аутентичные гитарные и оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством и не перестает удивлять публику новыми находками и открытиями. Это способ двигаться в какие-то пространства. Внутренне я импровизирую, но внешне есть кости, которые… Ну, некая история, которую я пытаюсь открыть больше и меньше удачно, более-менее глубоко, получается, не получается и так далее. Я стараюсь не цитировать. На протяжении всего выступления публика с замиранием сердца прислушивалась к неземным звукам балалайки. Необычность звучания – особенность игры Алексея Архиповского. Для виртуоза балалайка – это не просто струнный инструмент. Она должна быть прозрачной и невидимой, чтобы музыка шла сразу от сердца к сердцу. Алексей Архиповский считает свой инструмент к ладисе тайн и загадок. Это мастеровой инструмент, тот, на котором я буду сегодня играть, 1928 года, годы коллективизации, как бы, питерского мастера Галиниса, вот, Иваном я его назвал. В 2011 году виртуоз попал в российскую книгу рекордов номинации «Лучший в мире балалайшник». Он желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки. Несколько недель Алексей Архиповский будет гастролировать по закрытым городам России, а после в планах у виртуоза выступить за границей. Народный коллектив ансамбля русской песни «Сударушка» победил в 16-м международном конкурсе фестиваля «Аква-Темплюс». Саровчанам присвоили звание лауреата в первой степени в номинации «Народный вокал», а также вручили приз за лучший национальный костюм. Ансамбль русской песни «Сударушка» – неоднократный победитель областных всероссийских и международных конкурсов, обладатель многочисленных премий. В сентябре коллектив стал лауреатом первой степени на международном конкурсе фестиваля «Аква-Темплюс» в Сочи. Саровчан отметили в номинации «Народный вокал» возрастной категории старше 25 лет и вручили специальный приз фестиваля за лучший национальный костюм. «Нам было бы, скажем так, стыдно его не занять, потому что все-таки мы уже коллектив, которому исполнится 30 лет, и сейчас те участники, которые занимаются, они ходят уже каждые 15, 18, 20 лет. У нас большая практика выступлений на нашей сцене и за пределами нашего города. И, в принципе, это то место, которое мы получили, лауреат первой степени. Для меня это был ожидаемый результат». Фестиваль «Аква-Темплюс» проходил в 16-й раз при поддержке Санкт-Петербургской академии Елены Образцовой. В состав жюри вошли лучшие вокалисты и хореографы мира. Они отметили коллектив «Сударушка» за высокий уровень исполнения и сценическую культуру и предложили ансамблю давать гастроли по всему побережью. На фестивале выступил еще один воспитанник Людмилы Корпушовой Влад Глазков. Занимается мальчик в детском ансамбле русской песни «Забава». На конкурсе он исполнил две композиции «Залетала вольно пташечка» и «Эх, не пыли дорога». Влад стал победителем в своей возрастной категории и получил специальный приз за высокое профессиональное исполнение. Для победы в конкурсе мне помогали моя руководительница, моя бабушка. Я ожидал. Я ехал для того, чтобы получить руль от первой степени. Сегодня оба коллектива готовятся к отчетному концерту ансамбля русской песни «Забава», который пройдет 3 ноября на сцене Дома культуры. На концерт могут прийти зрители всех возрастов. В Центральной городской библиотеке имени Маяковского открылась выставка издательства «Детская литература». Его руководитель совместно с писателями Геннадием Киселевым и Николаем Сухих встретились с читателями, ответили на вопросы и рассказали о своих произведениях. Геннадий Киселев закончил театральный институт, много лет выступал на сцене. Актерское прошлое дает о себе знать. На презентации своих книг в Сарове Геннадий Анатольевич не только рассказывал о том, как писал их, он разыгрывал целые театральные представления, вовлекал детей в инсценировки. На каждой встрече с читателями в Москве, Петербурге, Сарове писатель выкладывается полностью. Он отмечает, что если не отдавать себя целиком без остатка, то и делать в профессии нечего. За это. Если не выкладываться в театре, делать нечего. Если не выкладываться за письменным столом, делать нечего. Если не выкладываться перед ребятишками, ну я не просто выкладываюсь, я интерактивом занимаюсь. Вы видели сегодня? Они делали этюды, они пели, они танцевали, они рвались в бой, они тянули руки сразу, я сразу в свои руки взял в зал. И постепенно они меня берут, я их беру, они меня берут, я их беру. Книги Геннадия Киселева в основном рассчитаны на подростков от 10 до 13 лет. Иногда он пишет для детей постарше, иногда для малышей. Идеи приходят к автору легко. Геннадий Киселев говорит, что чтобы писать для детей, нужно и самому в душе быть ребенком. Я не вышел из детского возраста и никогда не выйду. Мне 72 года. Я по-прежнему ощущаю себя первоклассником, второклассником. Но в принципе, когда я пишу книжку, если это пятый класс, я себя ощущаю пятиклассником. Третий. Вот для первого класса самое сложное. Уже первоклассником, хотя в шоу «Шастых фундеркиндов» мне это удалось. Сегодня от многих родителей можно услышать вопрос. Мой ребенок не читает, что делать? Геннадий Анатольевич считает, что проблема здесь не в детях, которые не хотят брать в руки книгу, а во взрослых. Любовь к чтению? Только если мама будет читать вслух. Первое. Если папа с мамой не будут за компьютером сидеть с утра до ночи. У меня есть рассказ, он называется «Если бы я был компьютером», где ребенок написал сочинение, в котором писал, а я никому не нужен. Главный член семьи – компьютер. Я прихожу, папа спрашивает, как дела? И уходит за компьютер. Мама спрашивает, кушать будешь? И уходит за компьютер. Бабушка спрашивает, ну что там, сынок? Да, тебе бабушка уходит за компьютер. Если раньше бабушки на скамейке сидели, общались, сейчас бабушки по скайпу общаются, к сожалению. Вот это беда. Книга должна стать главным членом семьи. Если в семье книжка станет главным членом, то… При этом иметь большую библиотеку вовсе не обязательно, считает автор. Нет, нет. Любимые книги. У меня сто любимых книг. Все остальное я беру в библиотеках. Тем более сейчас мои друзья понакупали книг, отчитать никто их не будет. И они относятся к библиотеке. Сейчас, если вы обратили внимание, библиотеки с забитой книжками, которые, если не выбрасывают, то читательные. У меня сто любимых книг. «Три мошкетера», «Одиссея», «Капитана Влада», «Фенибра Купер», «Жек Лондон» и так далее. К молодым детским авторам писатель относится скептически. Но сегодня мне грустно порой читать, потому что они стараются… Допустим, пишет писательница о том, как девочки между собой воюют. И самое главное из них – описала кровать, чтобы подумали, что та описалась. И это детская литература. Книга должна стать постоянным спутником всех членов семьи. А читать ребенку нужно до тех пор, пока он просит это делать, уверен писатель. С ним согласны и представители государственного издательства детской литературы. Мы знаем, что так часто бывает, что когда они встречаются с авторами, они воодушевлены, они хотят читать. Надо, чтобы после того, как эти встречи закончатся, чтобы им все равно продолжали… Они продолжали хотеть читать, и им это нравилось. И мне кажется, надо обращать внимание взрослых на эту тему, чтобы они не бросали читать детям сказки на ночь в три, в четыре, в пять лет. Но читать книжки, на наш взгляд, надо с детьми вместе до 15, до 17 лет. Как это делают во многих развитых странах. Помимо встреч с авторами, издатели привезли в наш город коллекцию новых детских книг, которые передали в дар библиотеке имени Маяковского. В скором времени все горожане смогут с ними познакомиться. Чаще посещайте концерты, выставки и спектакли. В нашем небольшом городе всегда можно интересно провести время и культурно обогатиться. С вами была программа «Культ поход» и я, Дарья Козина. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!